Помоги мне, пожалуйста! Общение с людьми, родители, родственники закрывается, хочется пребывать только в себе, в своих чувствах, в своих эмоциях. Семья, дети, никто мне был не нужен, кроме наркотика. Первый раз он понял, что пришло время бросать опасный дурман, когда попал из-за него в аварию. Тогда Алексей едва выжил. Прошло время, и он снова стал употреблять смесь для курения. Купить дурман Алексею было просто – в интернете и даже в киосках. Этот наркотик продается на каждом углу. Случалось такое, что идешь, и какой-то друг или знакомый через друзей где-то едет, а вот, ну, как бы, угощает. Именно легкодоступность и легальность смертельного зелья и делает его популярным среди школьников. В центре нам рассказали шокирующую статистику. Сегодня главные потребители легального яда именно дети. Оказывается, любой несовершеннолетний может легко купить наркотик. Не верите? Проводим эксперимент. Вводим в поиски «Купить спайс Киев». Открываем первый же сайт и видим электронный ящик. Далее пишем письмо наркоторговцу. Мы намеренно написали от имени школьника, указав, что хотим принять наркотик после школы. Ответ приходит через полчаса. Торговец смертью охотно пошел на контакт и согласился продать нам наркотики. На месте нашего журналиста может быть ваш сын или дочь. Торговцы смесями для курения продадут ребенку яд без колебаний. Ведь закон не запрещает им это делать. Наркотики продаются открыто уже более пяти лет подряд. Проблема в нашем законодательстве. Когда в список запрещенных веществ вносят вещество А, производитель немного изменяет ее формулу и выпускает вещество Б, которое по закону уже полностью легально. В Европе эту проблему решили быстро. Все вещества, чьи формулы похожи, уже априори запрещены. Впрочем, неизвестно, сколько еще должно сломаться человеческих жизней, пока у нас также запретят опасные зелья. Одни говорят, надо требовать у государства, чтобы так называемые легальные курительные смеси, которые по факту являются наркотиками, стали наркотиками и юридически. Размышления других отличаются. Они не готовы ждать, пока будут изменения законодательства. Одесская молодежь вышла на улицы крушить киоски с наркотиками. По мнению молодых людей, если за пять лет государство не запретило опасное зелье, то оно этого не сделает и в будущем. Эти люди борются с наркотиками, но и сами становятся по другую сторону закона. Чтобы конкретно и, как бы, как сказать, срубить проблему под корень, нужно полностью запретить. Я лично за правомерный ход любых событий. Если человек совершает закон, когда человек нарушает закон, его нужно судить и с ним нужно разбираться по действующему законодательству нашей страны. А самоуправство, самосуд, я думаю, что мы не в каменном веке, да, и как бы бить людей камнями, привязывать, насиловать. Это тоже какие-то дети, которые сошли с нормальной тропы, которых тоже нужно лечить. Но если он нарушает закон, такой человек должен сидеть в тюрьме. Только изменения в законодательстве, внесение законов помогут сократить, по крайней мере, сминимизировать легальность этих преступных вещей, как продажа, реализация спайсов. Продолжение следует...